всем привет значит смотрим вторую часть прогулок у нас в районе пираст ризан каторский залив черногория там принципе но я как бы все доступно я пересмотрел на всякий случай еще раз все видосы я все очень доступно рассказываю про периодику того что вы видите в первой части смотрите тут таких городов десятки ну прям реально десятки да по всему побережью все очень древние и там все вот так вот слоями одно на другое ближайшее время поеду я поснимаю городок катор это прям крупнейший мега крепость каторского залива очень все дорого богато намного богаче чем вот пираст ризан да есть что посмотреть что обсудить и собственно по факту просмотра второй части можете написать вопросики тут в комментариях что вам интересно что подробнее объяснить я могу устроить ответы на ваши вопросы можно не только про то что вы смотрели а если во что-то другое тоже интересует тоже пожалуйста пишите мы давно с вами так вот напрямую по вашим вопросам не общались и в планах у нас наверное будет еще албания потому что совсем рядом получается вот в ту сторону если поехать на хорлей то до нее всего 180 километров а там тоже много всего интересная например в албании никогда не был я думаю что большинство из вас тоже поэтому хочу там тоже поснимать просто какие-то прогулочки без всякого занудства вот и приятного просмотра жду ваши вопросики всем пока итак музейчик вот но тут еще в римский греческий есть кусочки развалин вот первый третий век ну то есть видите классифицирует так плюс-минус там пару веков хочу вам карту показать вот он заливчик то есть смотрите очень удобно и да почему тут все всегда жили и все из-за этого боролись то есть вот у нас море вот и вот сюда мы заходим получается залив 1 тут все в мелких городах они все были очень богатыми я рассказывал почему вот у нас залив 2 тут тоже все в мелких городках и тоже все было богато вот у нас пиро 100 да на итальянский манер вот цитали катаро вот тоже в итальянский манер но три зим к тому моменту он уже был в упадке там собственно очень мало места для строительства для жилья но рядом зато есть видите речка в которой можно питьевую воду брать она горная быстро и холодная вот в пирости такой речки нету здесь в котре целых две буду показывать потом но собственно это немножко про карты то есть залив очень выгодный какой бы на море шторм не был тут всегда тишина собственно поэтому сюда все всегда и стремились и хотели вот пойдемте немножко по экспонатам пройдемся подзорные трубы понятно пушечки мелкокалиберная артиллерия для огневого боя вот тут у нас как раз я хотел вам об этом рассказать все балканские народы в плане народу национальной народной одежды и кстати в современной даже попсы и народной музыки выглядят совершенно идентично на взгляд непрофессионального так сейчас отсвечивает непрофессионального специалиста по одежде а я непрофессионал да совершенно не специалист выглядит совершенно одинаково вот на мой взгляд этот парень этот черногорский какой-то герой выглядит как турок но вот в плане внешнего вида да и кто у кого принял я не берусь говорить то есть турки у местных или местные у турков но собственно у них даже эти тюрбаны красные смотрите присутствуют вот и кстати парень правильно занимается ведь он гуляет с ружьем красиво он такой красивый у него два пистолета вон там опять же турецкий совершенно турецкие у него ножик за поясом поезд турецкий его ну по сути вот это мы считаем это турецким она на самом деле какой-нибудь афбанское или сербское или наоборот это они у турка взяли конечно добиться невозможно местные жители говорят что это турки у них взяли конечно же то их исконное древние старинные турки говорят наоборот так вот парень красивый красиво гуляет а женщина выполнять тяжелую работу и 2 женщин тоже как я уже говорил вообще вся работа должна быть в принципе женской исключительно да значит мушкеты красивые опять же не специалисту на мой взгляд они все в основном турецкой работы а их называют пушки кремнячи вот значит венецианские палаши мечи но это не самый точно палаши или мечи я вот не знаю тоже не разбираюсь вот рапиры и австрийский меч вот ну вот понятно что вот это вот вот это это меч это это все у нас рапиры это тоже все ясно тут вот хлопчики смотрите с мушкетами тоже от турков я не отличу да в пани одежды непонятно кто есть кто вот еще герои местными вот тоже у них смотрите шаровары и вот эти вот с задранными носами восточные тапки обувь вот жилеточки но как бы все такое очень специфические узнаваемые здесь тренировочное спрережение для обоя на рапирах это уже 19 век совершенно ужасный какой-то новодельный щит который вряд ли имеет какое-то отношение к реалиям историческим а я смотрю тут скобочки скорее всего сюда чего-нибудь цветочки цепляли то есть это уже позднее позднее новодел вот ну тут все понятно это 17 век всякое разное оружие вот длинно древковое оружие он у нас булавы вот написано что это 17 век но это не точно вот из слоновой кости такие ручки и ножи совершенно тоже турец совсем написано турецкое оружие ведь у них с датировкой все в порядке 17-19 век вот тоже стоит хлопчик совершенно восточного вида вот тут у нас опять все турецкая мушкеты сабли палаши написано ножи 17 век но это конечно не ножи вот гранаты непонятно какого они качества потому что свет пахло ничего вот пистоли несколько штук жилеточка какая-то парадная праздничная повседневно конечно такой не ходили вот тут у нас пулевейка то есть это штуки чтобы делать пули да и пистолетики вот идем дальше ты пока выключен тут у нас следующий зайчик но опять вот то о чем я говорил очень типичная для балкана для турков то есть турецко славянская одежда тут у нас сумочки 19 век уже написано что женские сумочки кстати вот эти по форме и по украшениям не менялись тысячелетиями вот если тут вышивку заменить на железные металлические да например латунные украшения то она тянет запросто например на венгрию там века 8 9 10 тут у нас опять женские украшения все 19 век то есть я люблю намного более древнюю древность это наверное фоточка как выглядела роспись в одной из местных церквей какой-то период упадка вот тут у нас конте луиды паула мария висрович 1828 91 надо почитать про него вот скорее всего черногорец на службе в австрийской империи а ну да он я вижу примерно об этом речь идет награды предметы утвари вот опять тут какие-то дворяне герои смотрите ну прям мода она да такая совершенно восточная совсем и тут ребята по центру в европейском вот и опять у нас тут героическая черногорка с мушкетами с турецким кинжалом и в принципе по одежде я бы не сказал что она выглядит как-то не как турчанка да гетры шерстяные тканы и в принципе идем дальше а тут вот типичная картина того времени значит богатые семьи это венецианский период вот кто-то из них очень любили заказывать картины своих кораблей тут писали название а это уже не венецианские тоже позже 1831 это уже австро-венгерская империя насколько я понимаю вот заказывали картины своих кораблей вешали их на самых видных местах и хвастались вот смотрите как сейчас здесь понятно это сражение да тут вот тоже сражение ну вот а так вот есть просто много кораблей просто вот корабль и все это что такое но сейчас мы фото им свои ferrari maserati в инстаграма выкладываем я хорлей свой выкладываю да ну примерно такая штука то есть просто чисто похвастаться вот а это уже начало падения то есть когда появились паровые двигатели вся местная фотоводческая торговая морская тусовка полностью пришла в упадок очень быстро причем как думаете почему это вот местные флаги гербы потому что для того чтобы строить корабли нужны только руки топор и хороший дуб а с дубом тут все в порядке да это у нас черногорские дворяне портреты принципе совершенно выглядит по европейски то есть видите славяне принимали очень активное бодрое участие европей в европейской тусовки так вот дуба здесь много хорошего строевого по сей день есть сосна есть дуб то есть принципе вообще все есть поэтому строя не хочу чем они собственно много веков и занимались и на этом процветали до меч вот как только пришла паровая эра они конкуренции не выдержали очень быстро сдулись почему потому что для того чтобы делать паровые судно и паровые механизмы и двигатели нужна промышленность которой в черногории никогда не было и нету ну хотя бы по поводу по потому что по той причине до что здесь очень мало людей вообще проживает в принципе при таком количестве людей и отсутствие каких-то полезных ископаемых конечно организовать производство паровых двигателей крайне сложно скорее всего вообще невозможно но я не знаю примеров чтобы маленькая маленькая страна вдруг начала резко и бодро производить в большом количестве паровые двигатели да тут у нас модель какого-то корабль пираст 911 год это уже как раз прям начало упадка видимо они где-то закупили двигатель вот был такой у них нехилый пароходик выглядит довольно серьезно вот тоже как раз то о чем я говорил вот я не знаю таких случаев чтобы какая-то маленькая страна вдруг как раз и начала прям люто производить паровые двигатели всех заваливает но вот какое-то время они еще продержались а потом все местное положение стало не актуально и тусовка ушла в другое место они остались не удел так что у нас тут тут уже новейшая история опять знаменитые черногорцы например это у нас иван варич 903 год я сейчас на такое не очень люблю понятно что жили приличненько все было как у людей носили костюмчики тройки какой-то матерый моряк неизвестный автор портрет франциска моргана на узнать и автор вот тоже какой-то бравый видно сразу герой мартина сировича если конечно правильно читаю вот музейчик очень скромный как и сам городок в данный момент когда-то он конечно видите даже петр первый сюда отправлял дворян на обучение по нашим меркам поселочек вот все идем дальше вот момент хороший я говорил да что говорим или буду говорить не знаю какое место я вставлю что у на у них не было крепостей были отдельные башни это вот как раз одна из башней башен да вот которая была вместе с церковью вот смотрите есть присмотреться тут вот видно бойницы вот они секс страны тоже есть везде да и насколько понимаю что здесь могли вот где окна могли стоять пушки вот у них были такие башни по всему городу сейчас насколько понимаю в хорошем состоянии осталось вообще ни одной большую часть из них когда актуальность у них пропала их просто разобрали на камень строительные построили что-то другое но он примерно так то выглядело и так как местные дома выглядят изнутри это еще самому во внутреннем дворике я думаю что здесь были какие-то серьезные ворота вот я не удивлюсь здесь тоже были какие-то решетки ли что-то такое да для самообороны город постоянно был по сути в зоне боевых действий как город по их меркам город все построено очень серьезно очень толстые стены все из камня и даже остались больницы к сожалению внутри все перестроены к чертям полностью ну например даже здесь смотрите она конечно было все совсем не так вот там видите что это какое-то окно или больницы заложено да вот тут ничего нет и дело в том что по камню и по качеству цемента раствора отличить новое старое ну практически невозможно вообще но все равно интересно посмотреть как это выглядит внутри поэтому давайте посмотрим так сейчас я опа режим меняю так это у нас спальня 1 причем вот это окно получается она выходит здесь вот земля на таком уровне то есть можно его использовать как дверь вот это у нас а кстати мне очень нравится тема они сделали такой реплика римской мозаики до похоже даже по структуре очень мелкие кубики уложены тут тоже у отцы хорошо придумали вот тут у нас спальня номер два морская тематика естественно что вот это для чего эти ниши я не понимаю может быть какие-то полочки типа да тут тоже вот каменные у нас стоят балки вот эта штука чего насколько я понимаю там внутри дымоход от камина вот потом смотрите мне нравится что двери подпирают это что такое это наверное с римского периода что-то осталось это мрамор деталь чего тоже непонятно ты используешь что двери подпирать так тут художество наши веронины а кстати вот у нас прям это когда увидел обрадовался это не таиланд это не бирма это скорее всего моны танцуют моны это народность которая проживает на территории и таиланда и бирмы и камбоджи и лаоса да у них вот немножко другие главные уборы у тайцев они немножко не такие ну или художник который рисовал до конца не знал что рисует вот тут тоже какие-то ниши непонятные довольно глубокие может быть это были бойницы раньше я не знаю очень толстые стены где-то получается по метров вот ну и прекрасный вид смотрите получается что вот это как раз самое узкое место до бока его называли это хуста с итальянского и наверное отсюда лучше посмотреть тут стояли мы не то что крепости тут стояли пушечные гарнизоны вот не видно так не получится но сейчас по центру видите квадрат да это как раз остатки очень грамотно сделанное хочу вам сказать смотрите в чем момент их поставили не с той стороны горы а с этой стороны горы то есть получается что с той стороны издали его обстрелять враги не могут вот это вот место вот она вот тут я сейчас мой палец и здесь и там еще внизу есть некие постройки на ночь натягивали ну или когда была война натягивали цепь здесь проливе вот как византийцы например в константинополе да смотрите грамотное расположение то есть с этой стороны горы почему с той стороны издали обстрелять невозможно то есть нужно сначала зайти сюда и только тогда ты сможешь обстрелять эти укрепления но ты попадаешь под огонь еще нескольких позиций с нескольких позиций вот отсюда спираса самого вот островок насколько понимаю там тоже были какие-то военные сооружения потому что везде пишут хрониках что он стратегически очень важен так идем дальше пару мест еще одну кстати вот колонна тоже новое не новое непонятно как определить тоже непонятно я к сожалению не специалист приятная такая ванночка то есть жить можно опять же для полки вот используют какой-то кусок мрамора ну судя по качеству полировки насколько понимаю резали тут вот следы остались что это современная штука совершенно вот у нас типа кухня опять у нас вот эти вот непонятные ниши полки не полки больницы не больницы непонятно и вот еще то что говорит о том что все перестроено смотрите здесь раньше был выход причем он закрученный получается против часовой стрелки зачем вспоминайте на шиванке мы такое тоже видели человеку правшие а мы почти все правшие удобного здесь стоять сейчас я так сделаю и наносить удары вот с этой стороны на или там копьем кого очеку который оттуда заходит неудобно но в нашем случае тут все заложили там просто тупик там дальше ничего нет типа кладовка какая-то еще одну скорее всего это бы выход видео специально закручены очень узкие до чтобы можно было долго держать оборону в доме вот у нас адам спилит фоллаут откинулся со школы больше не школа тира говорит что не понравилось ему это британская школа где он учился и он себе нашел какую-то другую отчете за школа новая будет расскажи он сам нашел себе какую-то школу но мы еще не знаем какую есть онлайн то я захочу попробовать мы тогда сможем намного больше путешествовать ну вот камин он к сожалению полностью современной обработки то есть тут какой-то вообще дизайн который совершенно сюда непонятно зачем сделан опять эти ниши ну и прекрасный видок сейчас единственное что против солнца во второй островок там тоже церковь стоит вот он водичка супер чистая и впервые в моей жизни чиногорье теплая водичка 29 градусов сейчас нас температура воды но собственно вот так то есть мне нравится такая обстановочка да очень уютные у них получается квартирки купить такую стоит безумных денег сотни тысяч долларов в пирасте стоит жилье и насколько понимаю особо и желающих продавать его нет потому что туристы здесь есть круглый год всегда вот мы объехали с другой стороны это у нас пираст как раз где мы были да то есть поселок вот это у нас я сейчас как раз в устах это бока уста получается там он было крепость и снесли здесь натягивали цепь он смотрите водичка и вот 15 века домик остался вот в нем бойницы видны и вот пожалуйста эти два острова на котором православные католические храмы но получается что ведь прям совсем маленький был поселочек и вот что интересно корабли проходили вот здесь то есть это вход во вторую часть залива вот там вон населенный пункт вот там я не помню как он называется потом вот еще один и вот там рисом да где римская мозаика это была турецкая территория пару веков а вот тут были черногорцы они воевали с турками постоянно говорится до упоминается много где которые проповали вот тут как бы я не могу понять потому что оттуда любая пушка добьет тут пару километров как бы в чем секрет почему они пускали турков внутрь и потом с ними воевали для меня лично непонятно совершенно и вот я покажу там остался кусочек крепости над пирастом вот он вот 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 это одна из башен с которой орудийный огонь вели их там было семь или девять я вспомнить не могу вот такая маленькая территория маленький заливщик и богатейшая мега супер насыщенная история до получается вот сейчас мы заедем в катор это вот там город другой части залива я могу просто снаружи покажу про катор по катор будем гулять следующей части тогда это у нас было про пираст и немножко про ризан или резаниум как его римляне называли вот мы тут едем вдоль залива по деревенькам всяким и вот смотрите типичные ситуации деревня тут основном дома все 16 18 века черногорские да вот туда он тоже все красиво очень так романтичные тут прям море сразу все купаются а тут местные деревенские олигархи наняли итальянского архитектора и он построил такой вот ну на уровне парижа или рима этот храм вот но почему нет как бы зачем в деревне такой храм а потому что моем потому что моем и чтоб вся завидовали чтобы соседи кузюкины там какие-нибудь пердюкины и остальные все сдохли от зависти что вот у нас у цветочкиных такое есть то есть богатство проявляли чем количеством и крутостью церквей вот мы чуть повыше поднимаемся по ступенькам чтобы масштабы оценили деревенской церкви смотрите сейчас им кое-что покажу вы знаете что много лет работал гидом и гидов очень много к сожалению безграмотных которые не увлекаются и не нравится их работа на самом деле да вот они ну просто надо что-то где-то брать деньги а делать ничего не хочется вот и они чтобы что-то рассказывать туристам смотрите красиво да но это понятно что местных знаменитости вот чтобы что-то рассказывает туристам они всякую хрень придумывают читают в интернетах вот и мелод показывали такое место сейчас вам покажу значит дело в том что раньше какие бы монументальные грандиозные постройки не строили не было такого понятия как сделать чертеж просто не было то есть не занимались такими вещами кстати кусок обвалился видно вот да что что-то было теперь нету поэтому когда возводили какую-то часть стены на ней рисовали это очень 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 древняя практика я с этим сталкивался еще египте на ней рисовали шаблоны по которым просто вот из смотрите в данном случае это у нас верхняя часть колонны да вот одной вот второй рисовали шаблоны сделали из камня колонну прислонили она не она там надо еще чуть подточить вот тоже какие-то детали смотрите видите да вот она идет вот так вот то есть по сути это чертеж но он делался прямо на здании видеть тоже много таких можно эти чертежей вот местные гиды придумали что это секретные чертежи где спрятан клад и и скорее всего кто сделать эти чертежи тамплиеры а кто еще мог это сделать вот смотрите вот так возникают легенды туристы этому верят потом друг другу рассказывают вот смотрите о чем я вот например колонна вот эти вот камни ровные да там ничего особенного вот эти детали делали по шаблону потому что их тут много они повторяются вот 1 2 3 4 5 6 и там дальше по кругу они должны быть более-менее одинаковые поэтому есть шаблон на стене нарисован которому нужно эту деталь прикладывать смотреть получилось не получилось вот все секреты этого значит таинственного клада тамплиеров вот вот вам еще раз пожалуйста вот там яхтенная школа школьников вывезли на занятия смотрите вот он обаяние такой балканской адриатики да конечно очень атмосферный красиво и мне очень нравится что вот таких деревеньках чистое море вкусная еда все очень дешево и совсем нет людей вот как в этом огромный плюс сейчас пойдем внутрь глянем если не прогонят я в шортах здравствуйте это у нас католический храм но тут все стандартно конечно вот современное искусство это как будто бы люди то есть видите все очень богато внутри и вот это наняли деревенские купцы человек из италии архитектора он все это построил богатейшая отделка из папа мрамор и витражи вон я говорил да что богатство друг другу показывали церквями у кого вы больше и они круче тот круче на соседи завидуют молодец вместо того чтобы строить например больницы школы институты до строили церкви еще одну еще одну еще одну похожа на современную россию это мы с вами заехали городок называется порта монтонегро специально заехал чтобы вам показать для меня например совершенно необычный опыт не видел пока таких ситуаций в других странах черногорцы строят совершенно ну как черногорцы сейчас объясню кто строит совершенно новые города с нуля то есть берут какую-нибудь девушку или вообще просто лес вот и строят города все в едином стиле все совершенно новенькое и все какое-то прям вот очень приятное атмосферное чисто и оказывается так можно смотрите то есть вот так можно было значит на самом деле земля черногорская здесь несколько ситуаций сработало да сейчас я в тенек зайду несколько ситуаций сработало значит черногорское правительство приняло закон в результате которого тут получились самые дешевые в европе парковки для для яхт а благодаря глубине воды в которском заливе здесь возможность парковки еще супер я так называемых что такое супер яхта это яхта которая больше скольки-то метров а сколько метров я не знаю тут он всякие бренды вот и под это дело тут же миллионеры миллиардеры стали здесь парковать свои яхты и тут же какая-то арабская компания оказывается есть в арабских эмиратах компания которая строит вот у них бизнес такое смотрите кто-то там продает мороженки да например это вяжет носочки у них направление бизнеса они строят города с нуля полностью то есть канализация водопровод очистные сооружения электричество набережные пляжи вообще все строят с нуля совсем и у них хорошо получается у них вот сейчас в черногории сразу несколько проектов я был в трех порта монтенегра это вот где мы сейчас находимся до самый старый из них тут уже насколько понимаю или все ли почти все квартиры давно распроданы вот мне вообще интересно тут аптека пожалуйста то есть здесь есть все свое у них еще построено одновременно то есть есть почты детские сады и школы и больницы сказали что даже есть у них свой полицейский участок второй проект который строится тоже за этим обязательно там еще намного приятнее мне очень нравится значит там название лушкица бэй лушкица с черногорского как и со многих славянских переводится не как луга да как лес вот сейчас выйдем с вами на пирс на набережную как раз где яхты запаркованы тут паркуют яхты многие в том числе российские олигархи чиновники воры часто это одно и то же да и всякие другие люди так вот мне интересно например как выглядит собрание в компании которая строит города представьте то есть 10 на собрании на планерке на планерке сидят и такой директор говорит так ребята мы сколько городов то феврале отстроили давайте хотя бы 5 закроем проектов то есть они строят по всему миру города и нам рассказывали мы были в офисе мы продаем их проекты тоже до недвижимости виллы и квартиры вот в уште цб и здесь монтенегро и нам рассказывали что они одновременно строить несколько десятков городов постоянно да то есть одни достраивают другие начинают по всему миру вот в том числе и в черногории то есть видите если эта компания зашла в страну ну вот мое мнение да не специалиста значит здесь коррупция все-таки ну как-то поддается влиянию с ними как-то можно договориться наверное потому что знаю очень много историй когда люди вкладывали иностранные компании вкладывали в подобные проекты деньги потом оставались ни с чем вот тут все завершилось вот стоят яхты пойдем дальше и еще момент опять же мое мнение почему так все приятно атмосферно выглядит посмотрите как все чисто и прилично да потому что строила частная компания то есть если бы строила госкомпания побо бы все разворовали естественно то есть черногорцы тоже не дураки в плане поворовать я это уже не один раз говорил в этом плане они наши братья славяне ну вот видите арабы строили на свои видимо был жесткий учет не экономили на материалах вот и вообще не разворовывали смотрите как приятно мне очень нравится прям вот огонь грустно становится когда приходишь такие места понимаешь что в принципе если будут в россии так не воровали да то мы могли бы жить с вами таких городах и я знаю что цены здесь но они человеческие то есть это это не миллиарды и не миллионы долларов тут квартиры стоят они стоят но вполне реальных денег получается что построили качественно хорошо и относительно недорого да вот почему потому что ничего никто не украл деньги все частные был контроль с деньгами и за качеством тоже насколько понимаю был контроль вот оказывается так тоже можно было сейчас я тут присмотрел прошлые разы мы сюда часто ездим просто обедать с детьми у нас тут много детей я прошлый раз присмотрел здесь себе новую модель мотоцикл бмв ну как новый для меня новый я его раньше не видела не ездил на нем сейчас дойду покажу вам присматриваюсь к нему хочу тест-драйв в ту сторону городок все на на километра два вот еще интересный момент вообще изначально это была черногорская а до этого югославская а еще до этого австро-венгерская вы слышали да прав австро-венгерскую империю военно-морская база вот и тут у них базируется флот и подводные лодки подводный флот и вот собственно стране с населением по бумаге 700 тысяч человек а реально говорят что 350 здесь примерно живет тысяч такой большой флот который остался после советского союза и после развала югославии он им как бы и флот такой не нужен база такие не нужны поэтому подводные лодки в основной своей массе устарели они просто порезали оставили себе самые современные сколько надо смотрите мне начинается такие вот детали тут прикольный дизайн да вот там он все заплетено виноградиком цветочки там он тоже цветочки вот как все прям аккуратненько и приятненько тут вот да тоже все заплетено все ухожено все поливается вот почему блин так можно и это ну как бы я напоминаю что это не какие-то огромные деньги там триллиарды долларов нет это все вполне реально если не воровать вот такие города можно строить так вот большую часть фото порезали за ненадобностью и потому что он устарел тоже смотрите как красиво да и вот вот эта территория по которой сейчас еду это как раз кусок территории военно-морской базы посчитали что государство она не нужна продали землю арабам и арабы все это построили естественно здесь государство получила в виде налогов довольно тоже большую прибыль но я думаю что и чиновники по карманам тоже себе что-то получили смотрите как красиво но приятно что так жить приятно а для этого нужно просто не воровать просто не воровать и все так сейчас дойдем до мотика посмотрим мотик и я поеду дальше тут вот побольше яхт стоит вон там который торчат вверх это так называемый супер яхты до получается вон раз-два-три там еще дальше но я вам хочу нет показать вот такая смотрите маленькая очень прикольного скульная лодочка прям конфетка вообще без мотора она под парусом только ходит вообще прям супер маленькая ведь совершенно но сделано прям ну вообще вот реальный как произведение искусства лодочного и вот еще я тут провожу но давно уже время то есть мы сюда заезжаем несколько лет бывает на два-три денька приезжаем сюда я заметил такую вещь ну немножко неприятную как бы да многие наверное из вас напишет в комментариях что я негодяй но смотрите здесь получается основная часть людей которые тут присутствуют они сюда попали на яхтах ну то есть априори заведомо это люди не самые бедные нам вот ну вот получается так что люди себя ведут очень прилично вот рядом будва где очень много пакетных туристов ну то есть люди которые на самолете перелетели по путевке там за допустим 500 долларов это сейчас к вид цены высокие раньше билет можно было купить за 5-6 тысяч рублей туда-обратно из москвы в черногорию вот и вот я сижу в будве и вечерями хожу по городу я смотрю как ведут себя люди как они разговаривают кричат матом допустим там плюются бросают бычки вот этот мотик сейчас спросим можно ли снять внутри это как люди себя ведут здесь две огромных разницы и как бы это не было неприятно но получается что поведение людей зависит от их доходов что люди которые приплыли на яхте я уж не знаю там украли они все эти деньги или кто-то заработал действительно они себя ведут как-то более интеллигентно лучше чем вот люди которые приехали по путевке я понимаю что это говорить нехорошо но вот если провести пару вечеров в будве а потом пару вечеров в порта монтенегро или в уштице бэй вы это почувствуете если вы будете тут отдыхать я вам советую такой провести эксперимент то есть здесь даже сговаривают люди совсем по-другому они говорят всегда в полголоса как-то не кричат чтобы кто-то матерился или орал или был пьяный именно из туристов тут это все туристы я вот как бы не наблюдал я знаю что многим из вас не понравится то что сейчас говорю но это так получается что как-то деньги равно адекватное воспитание или я хрен его знает какие делать выводы я пока еще в голове не сделал но вот такая ситуация присутствует так сейчас попробую внутрь магазина зайти вот добрая сотрудница разрешила снять видео новая модель бмв ну как новая для меня я уже говорил новая это насколько я знаю впервые когда бмв сделала классический такой чоппер вот объем двигателя вы видите видите вообще очень крупный здесь прям здоровый такой и если кто-то из вас катался я посмотрел обзоры ну понятно что там могут рассказывать предвзято свое мнение да потому что многим обзорчиком платят у меня вопрос если вы катались ноги здесь получается ноги всегда в коленях согнуты да то есть вот у нас здесь ноги стоят обычно они стоят где-то вот тут вот вот насколько это удобно не затекает ли ноги здесь принципе ездит далеко некуда но часа три-четыре на нем езди прокатиться вот за это время как но он будет ли не норм и вот такое все олдскульное мне очень нравится говорят он очень резвый бодрый прям вообще весь сбалансированный но бмв другого не делает да хочу попробовать прикупить здесь есть владельцы таких байков у меня в комментариях в этих подписчиках пишите в комментариях пожалуйста ваш опыт как он вообще норм не норм что него еще документы не готовы не дают на нем пока прокатиться говорят что попозже можно будет финальная сегодня . город хотор с очень мощной крепостью вот почему он так называется местные говорят что конечно же потому что у нас много котиков вот но это совсем не так тут мало того что внизу очень крупная крепость смотрите она вот так вот дальше уходит вверх в горы там заканчивается бастионом делает вот такой круг обратно то есть это мощнейшие и супер мега дорогого крепостное сооружение которое конечно же могли построить только люди которые управляли владели очень крупной империи крупным бизнесом я про венецианскую торговую империю до или республику вот на котор надо выделять отдельно кстати смотрите это речка пресноводная она вот оттуда течет то есть город еще мало того что это дополнительное оборонительное сооружение то есть как бы ров но это речка да главное что с той стороны от крепости тоже есть такая же речка другая по-другому называется более того это чистая проточная питьевая вода которая всегда была у горожан вот очень выгодная позиция а вот пожалуйста море с прямым вы их выходом из залива туда вот вот то есть супер мега выгодное место тут тоже всегда жили все об этом подробно буду рассказывать отдельно котор у нас уже сегодня по месяца или надо серию делать часа на три на четыре вот поэтому по котор погуляем следующий раз вот вот смотрите у нас тут виды крепости горы котор черногория всем пока спасибо за внимание